Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. По всей линии соприкосновения режим прекращения огня соблюдается. Российскими миротворцами оказывается помощь в восстановлении мирной жизни, обеспечивается безопасное возвращение людей в местах довоенного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Ежедневно при содействии российских миротворцев более 2000 жителей Нагорного Карабаха, ранее покинувшие свои дома и заведения боевых действий, возвращаются в места своего прежнего проживания. Всего в Нагорный Карабах вернулись уже свыше 17 тысяч человек. Для восстановления теплоснабжения объектов, социальной инфраструктуры и жилых домов российские миротворцы оказали помощь в восстановлении газопроводов в городе Степанакерд. Специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги на южной окраине города Степанакерд протяженностью более полутора километров. За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог. Обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета. Российскими саперами проверены на наличие взрывоопасных предметов здания и территории двух школ в городе Степанакерд. В них с 1 декабря планируется возобновить учебный процесс. Патрулями российских миротворческих сил обеспечена безопасная доставка российских гуманитарных грузов в населенные пункты Мордакерт, Мартуни, Аскеран и Степанакерд. Для организации квалифицированной медицинской помощи местному населению военными медиками оказывается помощь в восстановлении работы районной больницы в городе Мордакерд. При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжается поиск и обмен телами погибших. Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями. Также по прямому каналу связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.